В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса Балаковского филиала АО «Апатит» на днях было необычайно многолюдно. Молодые люди в разноцветных майках, соединяющих всех символикой дрозд на груди – это знак, который ребята носят с гордостью. Ведь дрозд – детям России, образование, здоровье и духовность – детско-юношеское движение, которое дарит детям возможность в буквальном смысле парить в небесах спортивного и образовательного успеха. Организация была создана 15 лет назад по инициативе заместителя председателя Совета директоров ПАО «Фусагра» Андрея Гурьева. Приоритетная задача движения – это обеспечение высокого качества образования, повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, формирование физически здорового, всесторонне образованного и духовно развитого подрастающего поколения. В городах присутствия «Фусагра» – Кировский и Апатитах, Череповце, Волхове и Балакове – созданы центры «Дрозд». Работают спортивные школы и секции по различным направлениям – плавание, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, лёгкая атлетика, футбол, хореография, бокс, палеотлон, лыжи. На постоянной основе в секциях «Дрозд» занимаются около 5000 детей. Ежегодно в мероприятиях движения «Дрозд» принимает участие почти 30 тысяч детей. Среди воспитанников движения «Дрозд» – 6 победителей соревнований международного уровня, 18 победителей всероссийских соревнований, 24 мастера спорта, 129 кандидатов в мастера спорта. «Фусагра» неизменно поддерживает этот проект. Вам я хочу пожелать красоты, здоровья, веселья, радости, действительно, чтобы этот фестиваль «Дрозда», юмилейный фестиваль, запомнился вам на многие годы. Такое пожелание от генерального директора компании «Фусагра» Андрея Гурьева участники фестиваля, посвященного 15-летию движения «Дрозд», выслушали на церемонии открытия. Традиционно турнир объединяет ребят из городов присутствия компании «Фусагра» – Кировска и Апатитов, Волхова, Череповца, Блакова, а также Извольска, Пугачёва и Хвалынска. Всего семь команд. В этот раз в соревнованиях принимали участие более 80 человек. «Я желаю, чтобы в вашем здоровом теле был здоровый дух, хороших вам спортивных успехов, хороших образовательных успехов и пусть победит сильнейший». Волейбол, шахматы, легкоатлетическое многоборье, падминтон и диктант – вот уж точно юным спортсменам скучать не придётся, добавил Фурка Атамиров. Но можно быть уверенным – Дроздята справится со всеми задачами. «У нас очень много секций различных. И борьба, и волейбол, и баскетбол. Очень много. И Дрозд помогает развиваться и идти дальше, вперёд. Я самбист, и мы большой успех показываем самбо в борьбе. Выигрывали северо-запад, на России занимали призовые места и выигрывали областные турниры». «Детей у нас занимается огромное количество. Очень много секций, вообще различных. Это и плавание, и волейболы, и баскетболы. Детей с каждым годом всё прибавляется. У нас на этом держится всё». Дрозд Балакова объединяет более 1200 детей, которые занимаются различными видами спорта. И за 15 лет работы организации уровень мастерства юных спортсменов заметно вырос. Ежегодно Дрозд Балакова проводит более 40 мероприятий. А ребята выезжают на соревнования, которые проводятся в различных точках нашей страны. И это становится возможным благодаря поддержке компании «Фосагра». «Начинали мы когда-то из 300 детей. А на сегодня уже 1200-1300 детей занимается абсолютно бесплатно. Всё финансовые стороны берёт на себя компания «Фосагра». Такую поддержку чувствуют не только ребята из Балакова, но и все Дроздята, которые занимаются спортом в городах присутствия компании «Фосагра». «У нас развивается очень много видов спорта. У нас Дрозд Хибины курируют очень баскетбол, хоккей, зюдо, футбол, теннис, плавание. Можно сказать, что практически все виды спорта, которые в городе Апатита и Кировск у нас развиваются, они курируются Дрозд Хибинами. Мы не только выезжаем, но и принимаем у себя на родине, так сказать, те же самые площадки с Балакова, Череповца, с Волхова». Спортивный праздник начался с красивого и яркого открытия, которое зарядило участников соревнований позитивом. Акробаты сменялись гимнастами, гимнасты – клоунами и трюкачами. Во время некоторых номеров у зрителей захватывало дух. И совершенно неожиданным подарком стало появление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой. Здравствуйте. Всего доброго дня. У меня совсем хорошее настроение, такой прекрасный день, такой прекрасный праздник. С юбилеем, во-первых, хочу поздравить Дрозд и хочу пожелать ребятам, чтобы был командный дух. Не только командой, но и личный, чтобы вы делали максимум, но не превышаемый, то есть то, что вы умеете, то вы и делаете, как вы и соревнуетесь. Удачи большой и, конечно же, чтобы было весело, весело, классно, позитивно. От этого настроение только улучшается. Аделина провела для всех участников фестиваля чемпионскую разминку, а после этого пообщалась с ребятами. С каждым сфотографировалась и раздала автографы. Прославленная спортсменка призналась, что любит давать мастер-классы для начинающих, потому что это может стать толчком к тому, чтобы ребенок увлекся спортом всерьез и надолго. Я сама от этого получаю удовольствие, я сама заряжаюсь и вижу эти глаза горячие. И мне хочется еще и еще проводить эти мастер-классы и видеть эти глаза, дорогого стоит, мне кажется. Дроздятам же общение с олимпийской чемпионкой придало уверенности в свои силы. И, наверное, поэтому во время состязаний они показали все, на что способны. И в итоге результаты фестиваля таковы. Первое место завоевали спортсмены Дрозд-Балакова, на втором – Дрозд-Хибины, ну а замыкает тройку лидеров команда из Хвалынска.